Ну что, Ваня, приветствую тебя с Шайгеша, в этом прекрасном ресторане Кальпен Клак. И поговорим мы сегодня с тобой, Каган Шачок, о соревнованиях по фиральнику. И вот почему. Ты, наверное, один из немногих, кто помнит, что когда-то компания Альпин Дуская проводила Кубок России по фиральнику. Лет примерно 10. Мне кажется, даже ты был на первых соревнованиях матча в 2001 году в Поляне. Нет, я был в 2005 году первый, и так, был в Донбайе, потом в Поляне, потом в Придурсе. И, соответственно, я знал, что проводить Кубок России, и, как бы, я думаю, поэтому мог планировать свои планы туда поехать. И то, что чемпионат Альпин Дуская прошел в 2000 году, а в 2001 году, я тоже, как бы, знаю. Ну, чемпионат мы называли их тогда сами, потому что все было попроще, никто не требовал никаких соблюдений, никаких правил. Вот. Но мы проводили с 2001 по 2011, как я помню, заканчивали, по-моему, двумя звездами Кубок в Красной Поляне. Ну, и потом завязали перед Олимпиадой, там, нельзя было провести соревнования. Казалось, что это Дустры проводило в 2004 году? Нет, в 2001 году было первое соревнование, это еще не было Кубком, это были экстремальные игры. На открытии четвертой очереди в Стороне. Это были первые соревнования. Ну, тебе память гораздо моложе, значит, в 2002. Мне казалось, в 2001. Ну, в 2000-м спорте, в 2001-м, тот, наверное, спорт. На два года Олимпиадой, по-моему, скажи, Рома. В втором уже, да. Ну, возможно. Возможно. У Испока. Ну, в общем, да. Десять лет мы проводили, завязали в год по очереди с этим делом. И в этом году опять на той же самой Альпике хотим провести две звезды в рекю в рамках фестиваля с странным названием Аф-Аф. Рома, как Альпика, Фиски, Альпиндус 3 фестиваль. Нас поддерживает курорт Альпика. Уже новый. Спасибо ему. Будем тестить еще эту новую мембрану фьючер-лайк от Норфейса. Ну, в общем, благодаря поддержке наших партнеров мы опять в это дело вляплись. Если честно, не знаю почему. Поэтому хотел поговорить со спортсменами. Может быть, теперь не знают, зачем проводить соревнования по феррайку. И такой стихон, аж еще когда все это начиналось, было много разговоров. И эти разговоры думают до сих пор, что прерайд – это соревнования по своему духу. Прерайд – это полная свобода. А соревнования – это какие-то правила, которые кто-то зачем-то, для чего-то придумал, чтобы ограничивать феррайдер с самовыражением. Что ты об этом думаешь, когда, в общем-то, наш самый именитый спортсмен? Ну, я думаю, что, кто говорит, что соревнования – это как-то не грудь и прерайда, просто отстойники не могут нормально в соревнованиях проехать. Я ожидал что-то подобное от тебя, да. А для тебя, как бы, феррайд-осоревнования – это единое целое? Ну, нет, конечно. То есть, в корне отличается катание гражданское, обычное для себя, и соревнования совершенно другие задачи, которые сформированы правилами выявления самого среднего феррайдера. Многие говорили, что, в общем-то, есть феррайдеры гораздо более сильные, они просто не участвуют в этих соревнованиях, либо критерии оценки, собственно, из них не вытаскивают вот эти вот лучшие качества. Что же об этом думаешь? Я могу даже углубиться в эту тему. Возьмем даже примеры. Есть очень известный лыжник Янукин Пош, есть очень известный лыжник Ришар Пирмин, которого там все знают по съемкам Матч Сотердакшн. И, как говорят, эти ребята участвовали в ФВТ, и никогда ничего они не могли показать и не выиграть. Но в фильмах они себя провели, как там очень сильные спортсмены. Даже очень хороший лыжник, совершенно необязательно действительно может себя провести в соревнованиях, но не потому, что что-то не так с самыми соревнованиями, а потому, что это, блин, сложный бизнес. Ее нужно действительно на пределе возможности человека действовать. И поэтому я не понял все, как это получалось. Есть обратные примеры, когда заведомо звезды фрирайда, как Кандид ТВ, с первого же года выиграл ПВТ. Не надо сказать, что выиграл он тоже так не особо просто. Была у него там конкуренция. Но в итоге он первое место сразу дали. Еще один яркий пример. Логан Пехота из Нового. То есть все знали Логану Пехоту как хорошего лыжника. И вот действительно он попал на ПВТ и сразу занял. Он начал занимать призовые места. Но вот Трофи все равно, он так и не стал чемпионом. Был выиграл, мне кажется, в восемнадцатом году. И потом вот еще в семнадцатом, в восемнадцатом участвовал уже с переменным успехом. И не смог стать чемпионом, как бы решил больше не участвовать. То есть даже очень хороший лыжник в этих соревнованиях очень трудно действительно быть лидером. И есть другие примеры, когда лыжники только участвуют в соревнованиях. Они нам хорошо известны. Они, может быть, не снимаются в фильмах, как вы, когда он потом, который в два раза стал чемпионом Фурота. Или Алина Дукро, который тоже стал в два раза чемпионом. Они вот такие спортсмены, которые нам известны как спортсмены. Как-то хорошо узнаешь тех. Скажи, а вот как человеку понять, что соревнования это для него? Если это совершенно разные вещи. В рожанской катании или соревновательный бизнес, как ты сказал. Ну, бизнес это как бы для единиц, которые действительно становятся профессионалами, как я. В системе Коба Кью участвует больше, чем тысячи лыжников в течение года. И, естественно, не любой из них может, так сказать, какой-то звездой ФБТ или чемпионат. Но многие люди просто хотят себя попробовать, потому что со стороны смотреть легко, а изнутри понять, что это модернень катания. То есть соревнования очень хорошо выявляют действительно хороших райдеров от тех, кто думает, что это хорошие райдеры. И в России тоже так. То есть очень много людей думают, что они хорошие райдеры. Но когда стоит попробовать поучаствовать в соревнованиях, то становится своей настой. Как бы... Ну, ты же сам говорил примеры, что просто, может быть, это не его детство. Может, в гражданском катании кататься прекрасно. И в съемках соревнования не хватает каких-то качеств определённых. Нет, это всё взаимосвязано. То есть подлинные чемпионы, они там всегда могут ходить. Ещё один яркий пример – Танер Холл. Все знают Танер Холл как хорошего лыжника. И вот на первом этапе ФЛДП в этом сезоне он занял второе место. А потом полностью оказался ментально уничтожен. Он готов. То есть он именно слился не потому, что у него там уровень катания. То есть соревнования по фрирайду – огромный стресс. И это как бы ещё одна из причин, в чем хорошую лыжник не может себя проявить. Потому что в условиях там съёмок фильмов, может быть, им проще как бы ориентироваться. Нет такого стресса. И получается, что Танер, вот он показал яркий результат, а потом он вообще, то есть делал какие-то странные проезды. И всё это закончилось на там четвёртом этапе в Андорре вообще просто. То есть мы с ним с ним проездом. То есть ты тратишь много времени и сил на то, чтобы участвовать в этих соревнованиях, не показать себя там. Это вот прямо определённая нагрузка, вызов, который там для себя берёт этот спортсмен. И ещё более интересно, что он решил в ней продолжать участвовать. Ну, все говорили, что, естественно, он сразу придёт и выиграет, но этого не произошло. Это вот говорит о том, что соревнования по фрирайду очень сильно отличаются от просто фрирайда. В сторону сложности. Ну, давай с ВВТ немножко спустимся. Вот если наши планы удастся, потому что всё может ещё измениться, и будет у этих ВВК две звезды, и на них, наверное, придут спортсмены, которые вполне возможно в первый раз участвуют в соревнованиях по фрирайду. В принципе. Такого уровня или не такого уровня. Какой опыт может им твой полезен быть? Что ты можешь? Мой. Ты когда-то тоже приходил в первый раз в соревнованиях, как ты сказал, в 2004 году, да, и начинал набирать в 2005 году. Тем молодым, неопытным, или бы не очень молодым, но те, которые не участвуют, что ты можешь им пожелать? Ну, если человек участвует в первый раз в соревнованиях, то ему нужно внимательно изучить эту всю тему, изучить правила соревнований, подготовиться настолько, насколько это возможно. Но всё равно к этому, в принципе, невозможно подготовиться. Я просто могу рассказать, как мой был первый опыт участия в соревнованиях. То есть я приехал в Донбай в январе 2005 года на поезде из города Смоленска под картом вагоне. И когда я смотрел эти соревнования, была квалификация Кубка России по фрирайду. Я увидел, что все как-то странно едут, поворачивают, что-то как-то тормозят. И я не мог понять, что происходит. И я вообще даже не понимал, как нужно, как служится соревнование и так далее. Я просто съехал по прямой, всех напугал. И прошел квалификацию одним из последних, там, каким-то 17-м. Но, как бы, вот после этого я понял, в принципе, за что даются там эти баллы. И когда уже следующий раз в полуфинале я там ехал, я уже тоже там заезжал на все дропы. Сделал даже 360 и прошел в итоге финал, сразу первых соревнований по фрирайду. Ну и здесь, как бы, важный пример, это как бы, что у вас должен быть технический там уровень. База, база должна быть такая, чтобы кататься в любом там стиле. И в этом смысле разница, опять-таки, между обычным человеком и спортсменом. То есть обычный человек, он приедет и съедет, как он может. А я могу съехать, так как за что дадут больше баллов с индивиду, в этом принципиальная разница. Понятненько. А как вообще, вот у нас будет 100 мест, да? 100 мест в общем доступе всего. И еще мы немножко заныкаем для тех, кого, возможно, перетащим из Европы, из наших. Как людям вообще определиться, решиться, что им надо к этому участвовать? Ну, нужно просто расслабиться, спокойно к этому относиться. То есть никак не... Нет, нет, как определиться, что да, это мое, я беру, покупаю слот и участвую. Ну, в соревнованиях, естественно, может участвовать любой вообще человек. Нет никаких ограничений. Это соревнования, это интересное приключение. И в Европе, собственно, проводится там, не знаю, 50 стартов. И в этом сезоне будут там какие-то старты в Болгарии, например, которые интересны людям, которые живут где-то там в горнолыжных регионах. И получается, что, например, даже, не знаю, поездка в Россию будет очень интересной людям, но надо заранее, правда, при этом объявлять. То есть уверен, что в Россию бы приехали желающие просто потому, что очень часто люди совмещают эти соревнования по фрирайду с туристической поездкой. То есть я, например, часто по соревнованиях даже в Румынии, и вот в Румынии совершенно точно приезжали люди просто, чтобы посмотреть вообще, как выглядит в Румынии. И было три звезды, и вообще все приехали, как на четыре звезды. Давай тогда поговорим о самой важной семье. Я, как организатор соревнований, очень их не любил, потому что был очень напряжен, пока они не закончатся. И всегда, собственно, держал пальцы, не знаю, в какой-то фигуре, чтобы не было трапов. Для любых организаторов это самое серьезное испытание, и они волнуются за участников. Очень сильно, как родные практически. Ты в том году получил травму? Ну, наверное, не получил, ты ее, наверное, раньше, да? В том году ты не участвовал, мы с тобой встречались на какой-то канадочке. Ты прямо тяжело выходил. Я даже не знал, как дурацкий ходил, потом мне подсказали, что у тебя большая травма. Ты восстановился? Ну, я восстанавливаюсь сейчас, да. В этом году ты будешь участвовать или еще надо подождать будешь? Я уже купил билеты везде. Везде, на всю серию? Да. Понятно. Ну и как же сделать так, чтобы травм был понизжен? Ну, травма моя была получена вне соревнований, как бы это отдельный вес. А на соревнованиях, ну вот в ярких странах, как Андорра, где выраженный горный менталитет, и люди достаточно осторожные, вот они любят куда-то там врезаться, падать, и у них там бывают такие травмы. Так сильно собой никто, в принципе, не рискует, все все понимают. То есть Россия тоже такая страна, где найдется кто-то, кто попытается врезаться в скалу. Самый важный, собственно, критерий в соревнованиях по фрагменту – контроль. И все про это забывают. То есть спуски без контроля все равно плотно случится. Ну вот это самое главное, мне кажется, на этой ноте можно заканчивать. Желаем участникам, во-первых, определиться, чтобы участвовать в соревнованиях, во-вторых, не переходить, как ты говоришь, в контроль. Тебя не зовем, это уже не твой уровень. Ну, мало ли, если будешь в это время в поляне, можешь и открывающим проехать, например. Да, в это время я буду курмайором. Курмайором. Ну, хорошо. Тебе успешного сезона. Спасибо. Спасибо, что с нами встретился. Спасибо.